Добрый вечер! Вы смотрите программу «Послесловие». Уважаемые телезрители, сегодня мы обсуждаем жилищные вопросы. Как не попасть в просаг при покупке и аренде жилья, а также ответим на ваши вопросы, которые уже поступили к нам в студию, о приватизации жилья. Гость нашей студии – юрист Людмила Плотникова. Людмила, добрый вечер! Добрый вечер! Телефон нашей программы 222-0041 для абонента «Послесловие». Самые яркие риски, которые ждут потенциального покупателя при покупке квартиры, что здесь можно обозначить именно сегодня? Ну, первое – это покупка квартиры по доверенности. Здесь я хочу отметить следующее, что, в принципе, проверка этой доверенности у нотариуса не относится к нотариальным действиям. И поэтому к нотариусу можно и нужно на самом деле обращаться с просьбой уточнить, отменена на сегодняшний день, когда у них происходит сделка купли-продажи доверенности или нет. В том числе, если у вас есть на руках, у покупателя на руках непосредственно сама доверенность, хотя бы копия, да, то можно, в принципе, у нотариуса также уточнить, на эти ли действия выдавалась именно эта доверенность, чтобы не было как раз ситуации, что бланк был либо похищен, либо подделан, и вместо продажи транспортного средства продали квартиру. Поэтому первое… То есть все бывает у нас условно? Бывает абсолютно все. Когда покупатель приобретает долю, тоже нужно внимательно смотреть, что ему предлагают, и вообще с кем придется соседствовать в данном жилищном объекте. Самое главное, на что обращать внимание, когда происходит показ квартиры и, соответственно, в ней комнаты, то говорят о том, что мы вам продаем комнату. Поэтому мы призываем смотреть правоустанавливающие документы на тот объект, который вам предлагают приобрести. И если там фигурирует одна-вторая доли, это значит, что вы приобретаете не конкретную комнату, а только долю в данной квартире. А посмотреть эту долю можно каким-то образом? Что ты приобретаешь? Как правило, в случае, если идет конфликт между хозяевами, участниками долевой собственности, они определяют порядок пользования в судебном порядке. Но здесь нужно помнить, что они определяют порядок пользования квартирой только для себя. И если вы покупаете долю в такой квартире, то вы покупаете долю, а не комнату. И этот порядок судебный об определении порядка пользования квартирой нашему покупателю снова придется устанавливать в судебном порядке. У Михаила такая ситуация сложилась. Сделку признали недействительной, потому что владелец квартиры оказался недееспособным. Такое вообще может быть? Ведь справки нужны дополнительные. На сегодняшний день, к сожалению, я могу констатировать, что новый способ мошенничества на рынке недвижимости, в том числе в городе Екатеринбурге, это отчуждение квартиры лицом, которое имеет диагноз. Именно, например, олигофрения. То есть тяжелобольной человек? Психически нездоров, причем не поставлен на учет. Он не признан в судебном порядке недееспособным. От его имени, например, действует доверенное лицо по доверенности. Как правило, это кто-то человек из силовых структур, либо близкий родственник, который отчуждает квартиру. То есть ситуация, процедура следующая. Человек нигде не состоит на учете. У него есть заключение психоневрологического диспансера из комиссии о том, что он не способен понимать значения своих действий. Они выходят на сделку, происходят расчеты. Спустя год больной человек приносит заключение комиссии медицинской в суд, указывает на то, что он был признан недееспособным. Я имею в виду, что именно в медицинском порядке. И, естественно, у суда нет вариантов. Суд расторгает данную сделку. Факт возврата и получения этих денежных средств именно покупателям малоочевиден и маловероятен. Так в последующем, через год, через два, этот гражданин, имеющий такой диагноз, снова выходит на сделку, снова продает эту квартиру и систематически регулярно. Цепочка повторяется. Но нужно получить справки определенные, либо как себя уберечь от этой опасности? Если вы видите, что сделка идет по доверенности, всегда нужно убедиться, кто познакомится с тем человеком, который выдал эту доверенность, убедиться в его адекватности, позадавать ему вопросы. И если он заторможен на речь, или он не в попад отвечает, целесообразно от таких сделок уклониться. Потому что, опять же, если он не состоит у нас на учете, то доказать сам факт наличия заболевания очень сложно. Вот еще такая ситуация распространенная. О приватизации несколько слов. Все-таки до какого срока нужно приватизировать жилье? И Виктор интересуется, если не приватизируешь квартиру, что будет? Будет социальный найм. Чем это чревато? Ничем не чревато. Абсолютно по договору социального найма граждане будут проживать в данном объекте до того момента, пока у них будет регистрация, до момента смерти. По поводу расприватизации, также необходимо иметь в виду, что те граждане, которые решили отказаться от права собственности, то до 1 марта 2015 года, у них такое право есть. Они могут, собственно говоря, заявить о своем таком праве. Вопрос от Елены. Квартира приватизирована, муж умер. Могу ли я приватизировать жилье на себя? Вот такая история. Если квартира не была приобретена во время брака, и там нет совместно нажитого имущества, здесь довольно-таки много нюансов как раз по оформлению прав на данную квартиру. Если она не в собственности, то приватизировать ее, либо оформить в собственность, пока оформить в собственность нельзя. Нужно перезаключить между администрацией с собой договор соцнайма, и после этого уже идти квартиру приватизировать, показывая документы о том, что в этой квартире граждане сохраняли право проживания. Но какой-то крайний срок приватизации существует, или это такая долгоиграющая история? Вы знаете, пометуя все предыдущие года, на сегодняшний день ни один юрист не возьмется за то, чтобы сказать, все-таки будет какой-то конкретный срок или нет. Несколько историй, когда, условно говоря, планируют оформить право собственности на человека, но у него проблемы со здоровьем, кто это может сделать? Близкие родственники, по доверенности, как это сделается? Ну, рассмотрим два варианта. Первый вариант, если человек не ходит, то есть неходячий. В этом случае можно позвонить в Нотариальную палату Свердловской области, выяснить, какой из нотариусов может выехать к вам на дом, чтобы непосредственно дома можно было оформить все необходимые документы. Если же гражданин у нас сидит, охотится в колонии, то первый вариант данную доверенность может заверить начальник того учреждения, где находится наш осужденный. Опять же, нужно ее будет проверять в обязательном порядке, там ли он сидел и действительно ли выдавалась такая доверенность. Ну, либо выезжают нотариусы. Несколько сообщений о тех, кто живет в кооперативном жилье. Вот тут какая-то история есть с приватизацией. Нужно дополнительно что-то еще переоформлять? Всегда мы говорим, что 4-я часть 218-й статьи Гражданского кодекса, она говорит, что если вы выплатили полностью паевой взнос, то квартиру уже в собственности, ничего оформлять не нужно. Несколько вопросов. Ну, их можно разделить, условно говоря, у кого-то оформлен дом, но не оформлена земля или наоборот. С чего начинать? Домом заняться или земельным участком? Первое очередное. Советую настоятельно оформить право собственности на земельный участок. Только после этого можно оформлять уже спокойно, абсолютно, даже самовольные постройки, если таковые имеются. Вопрос от Виктора. Как проверить, что в квартире никто не прописан? Сколько на это уйдет времени заниматься саму или приглашать юриста? Вы знаете, опять же, уже учитывая свой собственный опыт, настоятельно, опять же, посоветую гражданам не пускать этот вопрос на самотек, взять за руку продавца квартиры, вместе с ним прийти в паспортный стол и оформить данную справку форма 40, убедившись, кто был прописан и кто прописан на сегодняшний день. Такая вот реплика. Можно ли расприватизировать квартиру, то есть обратную операцию провести? Есть ли такая ситуация? Конечно, это ситуация есть. Я уже о ней сказала. До 1 марта, пожалуйста, можно квартиру расприватизировать, написав соответствующее заявление в администрацию. Татьяна собирается приватизировать жилье, но не получается, поскольку объект жилищный признан ветхим жильем. Вот в данной ситуации куда обращается администрация районная? Да, к сожалению, не обращаться, потому что федеральный закон о приватизации как раз исключает данное жилое помещение из возможности участия в приватизации. Еще один вопрос от Елены по поводу аренды жилья. Какие риски здесь существуют? Как, условно говоря, не стать пятым, третьим со-арендатором, не попасться на эту удочку? Во-первых, никогда не платить никаким посредникам до того момента, пока вы не заселяетесь в квартиру, с вами не подписывают договор аренды. И второй момент – проверить все правоустанавливающие документы на квартиру того лица, кто представляется собственником, но, естественно, убедиться, что перед вами действительно этот собственник, этот гражданин и есть. Еще один вопрос от Людмилы. Старый дом, можно ли приватизировать квартиру после сноса? Вообще такая ситуация возможна? Если дом снесли, то приватизировать то, чего нет, априори невозможно. Несколько вопросов от тех соседей, сообщают о других соседей, которые не платят за коммунальные услуги. Кто это контролирует? Но это вообще вопрос не к юристам. Я могу сказать, что ситуация действительно рядовая и обычная для управляющей компании. На сегодняшний день управляющая компания имеет право обратиться в суд за взысканием задолженности, возникшей по коммунальным платежам. Вопросы разрешите там, возможно. Ну, еще такая реплика уже в завершении, живу в военном городке, сложности с приватизацией, вот такая категория населения, чем им можно помочь? Ну, если балансодержатель в данном случае возражает против приватизации данного объекта, к сожалению, ничем помочь в этой ситуации нельзя. Спасибо большое. Гостем программы сегодня была юрист Людмила Плотникова. Спасибо за внимание, всего самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин